Благоустройство набережной Левого берега Сатиса обсуждали неоднократно, проводили семинары, встречи, экскурсии. Всё это было в рамках подготовки конкурсной заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В прошлом году набережную выбирали сами саровчане в качестве приоритетной в рамках голосования. Тогда проект не стал победителем. Но на этом сдаваться не стали и решили подготовить новую конкурсную заявку. В молодёжном центре провели командный проектный семинар по благоустройству набережной Левого берега реки Сатис. Что мы ждём от команд сегодня? Во-первых, это разные команды. Есть и студенты, есть и представители ветеранских организаций. То есть, это разные целевые группы. Мы должны понять, чем же для них эта территория привлекательна сегодня. А самое главное, что её может сделать привлекательной для других граждан, которые её по какой-то причине на сегодняшний момент не посещают. Что установить на Левом берегу Сатиса? Свои концепции развития территории представили и защитили четыре команды, в состав которых вошли ветераны, лидеры молодёжного движения, волонтёры, представители ядерного центра, образовательных учреждений и журналисты. Участники думали над тем, какие объекты можно установить на набережной, чтобы она была привлекательна для горожан, какую инфраструктуру организовать на территории. Вот в этом углу будет киоск с мороженым, кофейня с террасой, возможен вариант кофейни и зимнего типа, то есть она зимой может тоже функционировать. Также будет недалеко располагаться площадка для йоги. Проектный семинар – не единственное мероприятие по определению облика будущей досуговой территории. Саровчан также ждут экскурсии по набережной и фотопрогулки. Свои предложения о благоустройстве набережной можно писать в группе администрации ВКонтакте или на электронную почту. Также можно обратиться в рабочее время в кабинет 219 здания администрации. Все предложения проанализируют и на их основе сформируют концепцию территории для конкурсной заявки.